Ты готов узнать ответы на все вопросы? Ведь вышла шестая серия, финальная сериала. Ты локий? Нет? Что значит тебе пофигу? Это кого-то стараюсь. Ладно, ладно. Не важно, как ты попал на этот видос и что ты здесь хотел увидеть, удели мне 10 минут своего времени и мы вместе узнаем, чем же они завершили сезон, что они нам хотели показать по итогу всего сериала. Будет весело, логично, местами не совсем адекватно. И да, если тебе видос понравится, не забудь поставить лайк, подпишись на канал, если захочешь пережить те же ощущения еще не один раз. Будем делать много обзоров на сериалы, фильмы. Короче, подпишись на канал. Не забудь нажать колокольчик, если ты подписан на канал. Это позволит тебе одному из самых первых узнавать, что вышли видосы на этом канале. Ну что, давайте посмотрим, что они там наснимали. Приветствую всех. Здоров! В одном черном-черном танке была черная-черная дверь. И подойдя к ней, Сидия сказала, «Отдай время». Если думаешь, что это неудачная затея, то лучше скажи сейчас. Не-не, все норм. Локи, помолчи. Меня удалили еще до твоего появления. О-о-о, ты что такая дерзкая, а? Локи, ну-ка покажи ей, кто из вас мужик. Ясно? Да, конечно. Ты что, хочешь опять, чтобы я тебя чпоки называл? Что это такое? Добро пожаловать в цитадель на краю времен. Идем. А я знал, я знал, что эта мисс минутка окажется главным двудеем. Или я опять ничего не понял. И вы разделите это вместе. Походу, тот, кто реально стоит за... Нереально перестрал. Они добрались до его... Замка. Сытся, когда страшно, да? С ума сойти. В черном-черном замке с черными-черными дверями сидит... Черный-черный мужик. Ай, мужик, ты вообще кто? Ты просто... Человек. Плоти и крови. Да этот мужик стебется над вами. Серьезно, ну тыкни у него ножичком. Ммм, ничего не понял. Но очень интересно. Смотрим дальше. Хотя по комиксовой истории мы знаем, что это Канг-Завоеватель. Или как там его еще называют. Охотника Д-90 ко мне сейчас же. Извини, Раванна, но все выйдет не так, как ты надеешься. О, Дамогиус решил навестить старую подругу и рассказать ей, если жизнь после стирания. Но вернемся к нашим баранам. Ты как блоха на спине у дракона. Полет вышел тот еще. Да, это мужики, я чувствую юмора. Вы кто-то такой. Наверное, именно такой вопрос задают себе все те, кто вообще не вкуривает во вселенную комиксов. Они-то знают, что это Канг-Завоеватель. Но блин, он ржачный пипец. Вы не можете меня убить. Вот ты дерзкий. А пруфы где? Где доказательства? А? Да это же сценарий шестой серии сериала Локи. Кто пустил сценариста на съемочную площадку? Сейчас будет нормальный сюжет. Свобода в воле? По-настоящему свободен только один. Тот, кто всем управляет. Ты что, диктата передола переела, что ли? А вообще странное поведение. Она уже вот знает, что они все варианты. В том числе и она. Но все равно стоит на своем. Походу, ее роль не так проста в этом сериале. Возможно, это даже затравочка на второй сезон данного сериала. И кто же ты такой? Мне давали множество имен. Да? Будь я простым зрителем, вообще не отстреливающим в комиксах Марвел. Я бы вообще задавался сейчас вопросом, кто ты такой, черт-тяк, подери, а? Тот, кто остается. Козел. Вот-вот, я все больше склоняюсь к последнему. Ты меня уже реально подпишешь, чувак, да? Это я положил конец войне в мультивселенной. Бесишь меня все больше и больше, но из всего этого разговора, который я пересмотрел не единожды, чтобы ехать, что к чему. Я понял, что он сам, этот Ильсичак, сам он вариант, который, как я понял, хранит это измерение от своих же вариантов из других вселенных. Чтобы они не устроили глобальную войну друг с другом за территорию на этой вселенной, в этом измерении. Мой мозг скоро лопнет. Не ложь. Не манипуляции. Господи, этот чел предложил им самим стать хранителями этого измерения, типа как он. Ну, или завалить его, и тогда все эти варианты его прикрутся в это измерение и устроят трешня. Это очень сложно для моих мозгов. Я вроде бы как и не тупой, но... Ладно. Как-то переварили, смотрим дальше. Боже свято! Ты что? Сильвя, погоди! Ну, наконец-то, она так и решилась завершить дело всей своей жизни. Плевать, что он там говорил. Вообще насрать. Завалить! А... Ты хочешь трон? Нет. Так-так, стоп. Я так понимаю, сценаристы решили сделать нам релакс для мозгов, и примитивные умозаключения Сильвии привели нас вот к этой сцене. Ну что ж... И как я могла довериться тебе? Говорила же мне мама. Потратила на него лучшие годы своей жизни. Ой, мы на протяжении сезона уже поняли, что наша Сильвия не сильно там лещит умом. Но зачем-то в крайности впадать, а? Ха-а-а... Вот это момент. Вот это страсть. То готовы поубивать друг друга буквально минуту назад, то уже целуются. Но остался небольшой осадочек от эпизода. Такое осталось чувство, что актеры не доиграли момент. Но все равно это было шикосно. Но я не ты. Ты что творишь? Нет. Ай, да пофиг. Если задуматься, эпизод очень глубокий. Локи наш дружище. Хоть кому-то доверился, проявил чувства и получил удар в спину. Символически, но все же. И причем тем же способом, которым он сам пользовался неоднократно в прошлом. Уф. Ты что творишь, а? Чувствую вот этот эпизод. Это очень жирная затравочка на второй сезон сериала Локи. Мое чувство неладное сейчас начнется... Отдышись. Ты аналитик, да? Из какого отдела? Что? Хе-хе. О чем ты? Кто ты? Как тебя зовут? Хе-хе-хе-хе. Ну, Весельчак же вас предупреждал. Позинайте то, что и хотели. Итак, подведем итоги всему увиденному. Это было круто. Это было спецэффектно. То, что мы любим, как говорится. Заложимы очень большие затравочки на второй сезон сериала Локи. Выводы, какие можно сделать. Наш Локи был отправлен совсем в другую тайм-линию вообще. Судя по тому, что мой Мербиус его вообще не помнит. Походу, наш Локи будет искать Сильвию в следующем сезоне, чтобы вместе как-то этот дурдом предотвратить. Думаю, выход будет только один. Построю-таки я, в конце концов, теорию на будущей. Второй сезон. Перед Локи будет стоять очень серьезный выбор. Или убить Сильвию в том-то тайм-лайне. Как бы оставить все как есть. Получить власть над Уэном в итоге, каким Весельчак предлагал. Ну, или мы получим сюжет, похожий на Ромео и Джульетту. Локи помрет вместе с Сильвией. Ну, или третий какой-нибудь вариант, какой придумают Marvel Studios. Посмотрим, это будет очень интересно. Первый сезон зашел на ура. Это вам не Ванда Вижн, не вся остальная шалупонь, отсылок, всяких тизеров на вселенную Marvel. В этом сериале очень много. Да и смотрится он даже для тех, кто не смотрел ни разу, не вкуривает во вселенную Marvel, в комиксы, в эту всю фигню. Очень интересно зашло. Ну что же. Ставь лайк этому видео, если оно тебе зашло. Ребята, я стараюсь для вас. Подпишись на канал, будем дальше разбирать новинки кино, сериалов, бла-бла-бла. Все это самое, все как говорится. Жми на колокольчик, чтобы получать самым первым уведомление о появлении видео на данном канале. Я же с вами не прощаюсь, но пока-пока.